От сердечно-сосудистых заболеваний в России ежегодно погибают более 1 миллиона человек. В весенний период случаи инфаркта учащаются. О том, как предупредить болезни, что нужно делать при первых симптомах в нашем материале. Коварный, тихий инфаркт. Так, врачи говорят про недуг. Главная опасность в том, что болезнь сложно распознать сразу. А вот времени на его лечение совсем немного. На спасение с минимальными последствиями у медиков есть только один золотой час. Людям надо знать, что боль за грудиной – это самый типичный симптом, который возникает при остром инфаркте миокарда. Кроме боли за грудиной, которая характеризуется сжением, давлением, не какая-то резкая боль, а именно давящая боль. Если у вас возникает боль, то нужно принять таблетку нитроглицерина, если она есть, таблетку аспирина, и вызвать скорую, и не принимать, не делать никаких физических нагрузок. Владимир Молев пережил инфаркт дважды. Первый в 54 года. Вечером после напряженного дня на работе закололо в сердце и отнялась рука. Второй совсем недавно. В январе месяце, тоже так же после работы, напряженная работа такая была, психовал немного, и нагрузки были, тоже пришел, поел. Но я терпел. Думал, когда же у меня рука опять начнет тянуть. Но этого не случилось. Но здесь уже терпеть не надо. Я вызвал 112, хирург с сестрами вот так встали, когда уже после операции. Они говорят, посмотри, вот эти люди спасли тебя. Если бы ты еще час потерпел, то спасать, может быть, не получилось бы спасти. Человек, перенесший инфаркт, должен изменить свой образ жизни. Обязательный прием лекарственных препаратов и реабилитация помогут восстановить качество жизни. Имеются отделения, где проводят с этими пациентами работу психологи, психотерапевты. Им определяется режим физической реабилитации. Также им определяется и медикаментозная терапия, после которой они выйдут и будут продолжать эту терапию в течение года. На 100% застраховаться от сердечно-сосудистых заболеваний нельзя, но можно минимизировать риски. Для этого необходимо нормализовать питание, стараться больше двигаться и отказаться от вредных привычек. И, конечно, быть внимательными к себе при первых признаках болезни и обращаться за медицинской помощью. Ольга Семенова, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова